Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. На заседании Брестского обл. исполкома подвели итоги работы за первый квартал 2016-го. Регионом в полном объеме выполнены три из семи ключевых показателей эффективности. Работать продуманно и эффективно, используя все ресурсы и возможности. Задача на будущее именно ее поставил руководитель края Анатолий Лис перед хозяйственниками области. Встреча на высшем областном уровне. С рабочими и дружественными визитами областной центр посетили глава немецкой дипломатической миссии в Республике Беларусь Петер Детмор, делегация мэрии итальянского города Сильви и Джидинского района Бурятии. За право называться самым чистым городом в Беларуси должен бороться каждый брещанин. Главный санитарный врач областного центра Геннадий Раченко рассказал о санитарном состоянии города Бреста и окрестностей. Об этих и других событиях прямо сейчас. Заседание Брестского областного исполнительного комитета состоялось на текущей неделе в городе Надбугом. На повестке дня три вопроса. О социально-экономическом развитии Брещины и исполнении бюджета за первый квартал текущего года, об инвестиционной деятельности и ходе реализации инвестпроектов, а также готовности сельскохозяйственных организаций к уборке урожая и заготовке кормов. В феврале на заседании хозактива Брещины было принято решение об обязательном поквартальном подведении итогов социально-экономического развития региона. На майском исполкоме руководитель области Анатолий Лис потребовал представить отчет о результатах работы за четыре месяца, а также прогноз на полугодие и предупредил о необходимости серьезного подхода к данной информации. Было четко сказано президентам нашей страны, дано задание правительству и нам на местах, всем председателям обл. исполкомов, председателям гора исполкомов, что по итогам шести месяцев будут сделаны более жесткие выводы с теми, кто не справляется с доведенными заданиями. Поэтому, чтобы не было мучительно больно потом нам с некоторыми прощаться, то я хотел бы, чтобы мы видели те тенденции, и если есть проблемные вопросы, мы их должны сегодня обозначить, и есть еще время, целый месяц, июнь, за который можно многое сделать. По итогам работы за первые три месяца текущего года областью в полном объеме выполнены три из семи ключевых показателей эффективности. В части экспорта услуг, инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников, а также трудоустройства на вновь созданные рабочие места. В апреле ситуация начала меняться в положительную сторону и по некоторым другим направлениям. В апреле экономика области развивалась с положительной динамикой. Как результат, темп ПВРП вырос по сравнению с первым кварталом на 1,3% пункта и превысил средний показатель по республике. Производительность труда ПВРП по оценке увеличилась на 1,4% до 99,1%. Прирост темпа ПВРП в первую очередь обеспечен за счет положительной динамики в промышленности, также в строительстве с 68 до 72 и в торговле с 96,4 до 96,9. По итогам января-апреля область занимает лидирующие позиции в республике по темпам роста промышленного производства, сельского хозяйства, розничной торговли, подрядных работ и выполнению заданий по вводу жилья. Однако, даже учитывая положительную динамику апреля, для того, чтобы по результатам полугодия выйти на запланированный уровень, необходимо приложить немало усилий. Особенно это касается строительного комплекса области. Если бы у нас строительный комплекс нашей области сработал лучше, по первому кварталу он дал минус 3,7% к ВРП. То есть, если бы строители сработали хотя бы на уровне прошлого года, то мы бы выполнили прогнозные показатели по ВРП в целом области. То же самое и по четырем месяцам. Немножко движение вперед есть, но сегодня 3,5% минус к ВРП области дает строительный комплекс. И показатели у них по итогам трех месяцев 66% было. Сейчас поднялись на уровень 71% строительный комплекс в целом по четырем месяцам. Конечно, здесь необходимо и мы будем принимать. Хватит рассуждать. Организационные меры. Согласованы некоторые вопросы уже на сегодняшний день, будут приняты. Ну и не самое главное принимать организационные меры и менять людей. Надо понимать и видеть, что необходимо делать. Второй вопрос повестки дня – инвестиционная деятельность и ход реализации инвестпроектов. За счет всех источников финансирования организациями области за январь-март было освоено порядка 4 триллионов белорусских рублей. Важно отметить, выполнено задание по привлечению средств иностранных инвесторов. Согласно прогнозу, такая тенденция сохранится и впредь. Всего на Брещене заключено 222 инвесты договора. Из них 9 в текущем году. Обеспечены выполнение квартального задания и в сельском хозяйстве. По темпам роста воловой продукции регион занимает первое место в республике. Но это не повод останавливаться. В настоящее время особое внимание должно быть уделено заготовке кормов. В текущем году на зимний стойловый период планируется заготовить 1,6 миллионов тонн кормовых единиц травяных кормов. Сено 205 тысяч, сеножа 2 миллиона, сила 4 миллиона тонн. С первого коса из 242 тысяч гектаров планируется заготовить 1,4 миллиона тонн сеножа, 123 тысячи тонн сена. Что на условного голову составит 7,3 центнера кормовых единиц или на 2 центнера выше, чем в прошлом году. Урожайность трав в этом году позволяет это сделать. В день заседания в обл. полкоме состоялось еще одно важное мероприятие. Производители региона были награждены за достижения в области качества. Ведущие предприятия «Брещины» отмечены премиями правительства и областного исполнительного комитета, а также по итогам конкурса на лучший товар Республики Беларусь внутри страны и на рынке Российской Федерации. По словам лауреатов, такая оценка труда их коллективов приятна, но вместе с тем обязует к покорению новых вершин. Секрет успеха – это в отношении к делу. Дело в том, что в 2000-е годы мы поставили без цели и понимаем, что без качества на рынке делать нечего. Поэтому медленно мы к этому пришли. И сегодня, можно сказать, предприятия пожинают клады как в продажах, так и в развитии и так далее. Потому что не было бы качества продукции, естественно, сегодня не было бы такого савушкиного продукта. С годовым объемом практически 7 триллионов рублей. В этом году мы планируем достичь 8 триллионов рублей оборота. Это просто какая-то радость и гордость за тот коллектив. Немалый коллектив, порядка 2000 человек работают у нас в открытом акционерном обществе. Просто радость за то, что наш труд, труд нелегкий, он просто получил достойную оценку. И то, что наш коллектив сегодня получил награду, просто радостью, благодарность. Поэтому вот сейчас выйду, позвоню, пусть все наши люди понимают, что трудимся мы не зря. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Муговкин. Специально для итоговой программы. На минувшей рабочей неделе в Бресте с официальным визитом находился чрезвычайный и полномочный посол Германии Петер Детмар. В рамках рабочей поездки немецкий дипломат встретился с губернатором региона Анатолием Лисом, посетил свободную экономическую зону Брест, а также ряд учебных заведений областного центра. На протяжении поездки высокопоставленного дипломата сопровождала и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет о пребывании немецкого посла подробнее. Официальная встреча представителя немецкой дипломатической миссии председателя Брестского облсполкома предварила большую и довольно насыщенную программу визита. Темы открытого диалога были разноплановыми, однако затрагивали они в своем большинстве те сферы, развитие которых сегодня перспективно и для Брестского региона, и для Германии. Во главе угла бесспорно оказались вопросы экономического сотрудничества, технологии развития взаимовыгодной торговли и создания совместных производств. Я надеюсь, что мы дальнейшем будем развивать это интересованный в том, чтобы бизнес, деловые круги Германии приходили сегодня к нам с технологиями, с оборудованием, с инвестициями. Мы всегда будем рады тому, чтобы сегодня работал финанский капитал в институте Брестского облсполка и создавать ее условия. Конечно, многое уже сделано в этом направлении. Согласно цифрам статистики, 760 предприятий на Брещене работают с иностранным капиталом, треть из них с немецким. Однако диалог предполагает развитие отношений в двух направлениях. Брещане также заинтересованы в выходе на немецкий рынок со своей продукцией, которая, по мнению чрезвычайного и полномочного посла, ничем не уступает европейской. Открытым остается и вопрос культурного взаимодействия, налаживания туристического и образовательного сотрудничества. Поэтому развитие торгово-экономических отношений, создание серьезной площадки для развития социальной и культурной сфер – вот планы развития диалога на ближайшие несколько лет. Вы предложили хорошую идею. В течение двух лет мы давайте приложим все усилия, чтобы наши компании присутствовали на рынке операционной республики Германии. Я к этому предложу все усилия. Однако невозможно строить дальнейший политический и экономический курс, не беря во внимание перспективное направление развития каждой страны в отдельности. Поэтому для партнеров Брестского региона и Германии важны решения Пятого Всебелорусского народного собрания. На Всебелорусском народном собрании будет определяться курс на ближайшие пять лет в области социального и экономического развития. И для наших партнеров, партнеров Германии, которые обращаются к нам с вопросами, какова ситуация в вашей стране, как она развивается, очень важна эта информация. Для них это данные о так называемых рамочных условиях, в пределах которых мы можем строить сотрудничество и предлагать интересные проекты. «Открытый диалог только уже в образовательной сфере продолжился в стенах Брестского государственного университета имени Пушкина. Продуктивное сотрудничество между посольством Германии и вузом развивается на протяжении многих лет. И брестские, и немецкие студенты активно ездят на стажировки. Библиотеки учебных корпусов постоянно пополняются новыми учебными пособиями на иностранном языке. Разговор чрезвычайного и полномочного посла со студентами и педагогами получился насыщенным. Карьерный путь немецкого дипломата, история его семьи, перспективы обучения и прохождения стажировок за рубежом. Эти и многие другие вопросы звучали во время открытого диалога. Конечно, многое уже сделано для формирования дружеских образовательно-культурных отношений. Однако, чтобы их сохранить, необходимо продолжать работать, причем не менее активно». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В продолжение темы. Город Брест уже более 20 лет поддерживает побратимские и партнерские связи с 37 городами и административными образованиями из многих стран мира. Среди них немецкий Равенсбург и Вайнгартен, польский Люблин, Белоподляска, Тересполь, украинский Луцк, Ивано-Франковск, китайский Сиагань и многие российские города. Не так давно в этот список был включен и грузинский Батуми. А в скором времени, как показывают события последних дней, побратимом Бреста станет итальянский город Сильви. Об этом шел разговор на встрече председателя Брестского госполкома Александра Рогачука с представителями делегации итальянского региона Абруца. Об этой встрече и о визите представителей далекой Бурятии расскажет Лариса Осмолович. К списку многочисленных друзей Брещины в скором времени должен присоединиться замечательно красивый старинный итальянский город Сильви. Тогда начнется и новая веха в истории международных связей Бреста и региона Абруца, области, в которой расположен Сильви. Об этом предварительно договорились мэр областного центра Александр Рогачук и руководитель делегации, член городского совета города Сильви Мария Пекиона. Первый шаг в налаживании отношений сделала итальянская сторона. Нашей целью безусловно является установление побратимских связей с этим городом и не только в сфере туристической, но и культурных, спортивных и экономических связей. Это является основной целью нашего визита и которая смогла бы стать базой для дальнейшего развития сотрудничества между регионами. Мы являемся очень открытым к сотрудничеству региона, поэтому у нас есть определенные предложения, проекты и вообще мы предлагаем рассмотреть любые формы сотрудничества, как в сфере культуры, так в сфере экономических отношений. Очень важно, чтобы за эти дни, которые пребываются у нас в городе, в Брестской области, вы чисто интуитивно, как опытный политик, как депутат, могли даже сами какие-то варианты предложить нашего взаимодействия, совместного взаимодействия. По всем направлениям, через торгово-правочную палату мы можем хорошо взаимодействовать по различным экономическим проектам, а как председатель госполкома я говорю откровенно, что мы готовы к нашим партнерским отношениям. Естественно, мы не будем спешить их быстренько поставить на бумагу, мы должны, как говорится, еще друг друга лучше понять и потом, возможно, оформить эти отношения уже как положено официально. По итогам вашего здесь пребывания мы готовы передать вместе с вами, господа Мария, официальное приглашение мэру города Сильвии и готовы принять официальную делегацию для проработки наших партнерских отношений. Несомненно, что белорусские туристы знают о таком городе, как Сильвии, поскольку расположен он на Адриатическом побережье и принимает немало туристов, желающих комфортно отдохнуть. На протяжении своей истории Сильвия сохраняет свое старинное лицо, архитектурные традиции, стиль средневековой культуры. В любом уголке города современно сочетается с живой историей. Она присутствует в виде древних церквей, средневековых замков, прекрасных дворцов и роскошных вилл. В целом в этом регионе сильный промышленный и научный потенциал, сельскохозяйственный комплекс. Достаточно широко развита в регионе Абруца виноделие и выпуск оливкового масла самого высокого качества. Кстати, такой фирменный подарок и преподнесла Александру Рогачуку, руководитель компании по производству вышеназванной продукции Джованни Русски. Все члены делегации уверены, что именно сейчас, сегодня Беларусь, имеет все возможности выйти на европейские рынки гораздо шире и эффектнее. Особенно, что касается пищевой промышленности. Сейчас, по мнению госпожи Марии, как раз очень хорошее время для того, чтобы раздвигать рамки сотрудничества, расширять. И в этой связи именно в рамках побратимских соглашений города и регионы получают возможность самим определять политику в развитии этого сотрудничества. Те основные ключевые моменты, которые послужат основой для этого сотрудничества. Практически все зависит именно от нас самих. Как мы сможем развить это сотрудничество, в каких сферах будем работать совместно и каких результатов достигнем. Вручая Марии Пакеоне великолепную книгу о Бресте, мэр областного центра подчеркнул, что Брестка, итальянские отношения напоминают улицу с двусторонним движением, где все зависит от соблюдения участниками правил. На установление официальных партнерских отношений требуется время и документальные соглашения. Эта работа будет проведена на уровне мэров Бреста и Сильвии, но дружественные связи уже налажены. В этот же день в Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Джадинского района Бурятии. Давно запланированный визит прошел накануне важного дня в жизни округа. 5 июня знаменитому бурятскому земляку, герою Советского Союза Горможапу Аюровичу Гармаеву, исполнилось бы 100 лет. В 1944 году он руководил Брестским контрольно-пропускным пунктом, находившимся на советско-польской границе на автомобильной трассе Москва-Варшава. В боях с отрядами белорусских националистов он был тяжело ранен и умер от полученных ранений. Бюст героя-пограничника располагается в мемориале стражам границ на одной из центральных улиц города. Общаясь с делегированными представителями Джадинского района, заместитель председателя Брестского горосполкома Сергей Жуков подчеркнул, что на белорусской земле всегда уважали и уважают память тех, кто защищал великую страну от фашистов, чтят и сегодняшних ветеранов. Время неумолимо, люди уходят из жизни, я имею в виду участников Великой Отечественной войны, но те, кто сейчас еще в строю, живы, а их у нас осталось, к сожалению, на сегодняшний день 811 человек, непосредственных участников 205, это уже люди преклонного возраста, которым действительно где-то тяжело уже передвигаться. Но тем не менее, ни один праздник, в особенности 9 мая, другие какие-то праздники, и общественно-политическое значение, которое имено для нашей страны, не обходится без их участия и без внимания со стороны органов государственной власти. Мы очень благодарны, что вы и так сегодня побывали, на те захоронения, которые есть у вас, что вы очень в надлежащем порядке содержите и Олег Герой, и нашего граната Юрьевича Тармаева, поэтому мы очень благодарны вам, и хотелось бы, чтобы дальнейшее наше сотрудничество развивалось на очень еще высоком уровне. Лариса Осмоловича, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, специально для итоговой программы. Брестский политехнический колледж, младший брат технического университета, отпраздновал круглую дату – 50-летие со дня своего основания. К юбилею учебного заведения студенты готовились заранее. С большим нетерпением ожидали события многочисленные выпускники. Общий праздник собрал в одном месте немало тех, кому учреждение подарило путевку в жизнь, а также педагогов, на счету которых выпуск не одного поколения студентов. Накануне юбилейной даты наша съемочная группа побывала в Политехническом колледже, познакомилась с буднями сегодняшних студентов, а также пообщалась с директором учреждения. Подробности в материале с Софией Бережной. Полвека – отрезок существенный для учебного заведения. Это солидный возраст, а если учесть, сколько знаковых событий произошло в его стенах, сколько специалистов выпустил из-под крыла Политехнический колледж за это время, стоит в первую очередь отдать должное тем, кто стоял за всем этим, не жалея сил, отдаваясь цело любимому делу – руководителям и педагогам. Вот уже 10 лет учебный процесс в Политехническом колледже строго контролирует директор, кандидат технических наук Виктор Степанович Басов. Накануне юбилея, ставшего уже родным заведения, вспоминает прекрасные моменты, рассуждает о том, как менялись поколения студентов, а вместе с этим и подход наставников. Естественно, что время не стоит на месте, все развивается, все меняется, и меняется наша молодежь. Понятно, что изменились подходы наших учащихся и к образовательному процессу, и вообще психологии мышления, потому что с каждым годом информатизация берет над людьми нашими вверх. Если мы, допустим, 10 лет назад какие-то основы, черчения давали только на бумажных носителях, то сейчас все больше и больше мы используем информатизацию, и у учащихся не возникает проблем с освоением этих всех дисциплин в электронном виде. Еще во многих вещах они еще и фору, и кому-то из преподавателей дают. Учреждение образования, открывшее свои двери в 66-м году, значительно отличается от сегодняшнего. Небольшое учебное заведение в то время выпускало лишь специалистов строительного профиля. Спустя более десятка лет стали появляться новые отделения. Радиотехническая, машиностроительная немного позже и юридическая. Среди педагогов есть те, кто с первых дней и до сей поры преподает дисциплины в стенах учреждения уже новым студентам. К слову, современное поколение хоть и отличается от предыдущих, однако общим остается стремление к знаниям. При каком условии будет осуществляться переход на метку А2? Переход на метку А2 будет осуществляться в том случае, если приемник будет больше, чем источник. Учебная программа – насыщенные предметы, разнообразные эрудированность в почете, а значит цель у них одна – постигать науки. В помощь высококлассный коллектив педагогов, в составе которого 98 преподавателей, 8 мастеров производственного обучения. Тут хорошие преподаватели, не просто хорошие, а материал у них великолепный. Не так, что термины, 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 они доходчиво каждому объясняют. Даже если один человек не понимает, они объяснят тому человеку. А не так, знаете, что 20 человек понимают, опять уже вокруг учить, как сами хотите. Желание учиться и что-то узнавать есть? Конечно, и предметы очень интересные. Сегодняшние студенты четко знают свою цель и уверены, что учебное заведение подарит им возможность стать специалистами высокого уровня. Направит, поможет правильно распорядиться своими знаниями в будущем. 50-летний юбилей – повод значимый. Разделить праздничный день собрались все те, кто стоял у истоков строительного техникума. Городов с учреждения его выпускники и, конечно, все те, кто сегодня продолжает его добрые традиции, стараясь ни в чем не уступать предшественникам и сказать свое новое слово. Среди гостей также представители местной вертикали власти, а также гости из Германии, поддерживающие дружеские отношения с учебным заведением и реализующие совместные проекты. От лица наших преподавателей желаю Политехническому колледжу процветания. Вместе с коллегами надеюсь на дальнейшее сотрудничество. А главное – желаю, чтобы ваша молодежь и молодежь Германии всегда жили в мире. Образование, полученное в Политехническом колледже, помогло его выпускникам построить успешную карьеру. Многие из них пришли в праздничный день, чтобы сказать слова благодарности наставникам, подарившим им путевку в жизнь. Я до последнего времени, то есть первоначально, как бы не стал ПГСником, то есть промышленность гражданская. И так я работал, доработал, можно сказать, до 1 января этого самого 16-го года. Политехнический колледж дал вам базу? Базу, большую базу. Я был и начальником производственной базы, и главным инженером завода. 50-летний юбилей стал поводом подвести итоги плодотворной работы и, конечно, поговорить о планах на будущее. Не за горами в Ниде, не усовершенствованных программ по специальностям, реализации метода интегрированной подготовки специалистов и многое другое. Знач не мало, а значит, самые значимые и самые знаковые открытия и откровения впереди. Успеха и всем преподавателям, и руководству, и всем студентам привелась успеха, 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 во-первых. И, как всегда, здоровья, улыбки, любви, счастья. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Чистый зеленый город. Это первое впечатление у туристов, попадающих в Брест. Благоустроенные территории и улицы, аккуратный ландшафт, ухоженные скверы и парки. Все это дает право называть областной центр образцовым в плане чистоты и порядка. Однако, несмотря на это почетное звание, в некоторых районах Бреста не совсем добросовестно относятся к уборке мусора и соблюдению чистоты. Об этом в интервью корреспондентам нашего канала рассказал главный врач Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии Геннадий Радченко. Разговор получился достаточно насыщенным. Тематика его разнообразна. От подготовки зон отдыха к летнему сезону и санитарного состояния городских территорий до штрафов, которые грозят нечистоплотным горожанам. Смотрите материал Виктории Драгобецкой. Лето вступило в свои права на этой неделе, а вместе с ним пришла и в город настоящая жара. Именно она послужила сигналом для поклонников водных и солнечных ванн прийти на пляж областного центра. Если вы еще сомневаетесь, не стоит. Вода чистая, зоны отдыха приведены в порядок еще в середине прошлого месяца. Ведь официально купальный сезон начался с 1 мая. Поэтому коммунальные и санитарные службы города давно подготовили пляжи Бреста к первым посетителям. Кабинка для переодевания и информационные стенды установлены, а прибрежная полоса радует чистотой и порядком. На сегодняшний день все пляжи уже сданы в эксплуатацию. Прошли комиссии администрации Ленинского, Московского района. На балансе города 5 пляжей. Это Красный двор, это Восточный пляж, где мы находимся на набережной, Грибной канал и Центральный пляж. Еженедельный мониторинг нашими специалистами будет осуществляться за этими зонами отдыха. За санитарным состоянием еженедельно будут отбираться анализы воды. О их результатах мы будем информировать через те же средства массовой информации, где можно купаться, где нельзя. Остальные места отдыха, так называемые, не установленные. То есть отдых в этих местах не дает никаких гарантий. Это опасно и для здоровья. И можно заболеть инфекционными заболеваниями и гепатитом, и дизентерией, и интервирусной инфекцией. Если с зонами отдыха все предельно ясно и главное чисто, то с территориями жилых массивов ситуация не так прозрачна. По словам главного врача Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии Геннадия Раченко, в целом санитарное состояние Бреста удовлетворительное. Однако проблемы на отдельных участках есть. Есть проблемы в содержании территории гаражных кооперативов и массивов, садоводческих товарищей, где не везде еще должным образом оборудованы контейнерные площадки, не всегда вывоз мусора регулярный, порой загрязняются прилегающие территории. За истекший период этого года 136 предписаний выданы, 291 рекомендации, составлено 107 протоколов на сумму 173 миллионов рублей. Хотел бы отметить, что и жители города, особенно частные домовладельцы, должны содержать свои территории в чистоте, как территорию домовладения, так и прилегающую территорию. То есть должен быть заключен договор на вывоз мусора, территория должна регулярно убираться, обкашиваться. К сожалению, не все жители города Бреста уделяют внимания этому вопросу, и в таких случаях им грозит административная ответственность. Все это к центру города не относится. На улицах и в скверах постоянно наводят чистоту дворники. Следят за светочным убранством коммунальники, а сотрудники мусороперерабатывающего завода за порядком контейнерных площадок для отходов. В общем, у мусора нет шансов. Общую картину подкрепляет мнение жителей Бреста. Чистый город, и люди поддерживают, и коммунальное предприятие, и мне кажется, даже приезжие, кто к нам в гости приезжает, всегда поражаются чистотой нашего города. Если сравнить с другими городами, город у нас довольно-таки чистый. И, конечно, состояние не идеальное, но зачем придираться, все равно его любим. Очень чисто, очень приятно. Во всяком случае, в тех местах, которые посещаем мы. Это пожелание, может быть, у вас есть? Пожалуй, нет. Нам все нравится. В ходе Блицопроса некоторые обрещания обратили внимание не на санитарное состояние города, они им довольны, а на его благоустройство. Больше для деток, чтобы было место гулять мамам с колясками, потому что в некоторых районах есть вообще негде. Еще, если живу я на Граевке, у нас там двор, то такое тихое место взять, микрорайоны, которые особенно строятся, там зелени ноль, мамам негде. Хотелось бы побольше зелени для наших будущих мам с детками. Я бы очень хотела, чтобы все-таки фонтан на Советском заправился, пусть не в таком масштабе, но хоть все-таки чуть-чуть было бы неплохо. Он как-то и освежал в жару, и эстетически украшал улицу Советскую. Вот такие пожелания есть у жителей нашего пограничного города. Возвращаясь к теме чистоты и порядка на территориях в черте областного центра, напоминаем, что за ненадлежащее санитарное состояние на поднадзорных объектах закон предписывает наказание в виде штрафа физическим лицам от 2 до 50 базовых величин, юридическим и того больше, до 200 базовых. Поэтому соблюдать и чистоту именно она обезопасить не только от нежелательных финансовых потерь, но и от различных инфекционных заболеваний. А главное, Брест сохранит почетное звание самого чистого и зеленого города Синекой. Виктория Драгобедская, Дмитрий Хрущ, Анна Луговкин. Специально для итоговой программы. Познакомиться с ремеслами народных умельцев, послушать исконно белорусскую музыку, окунуться в мир средневековья. Все это в очередной раз предложили брещанам сотрудники музея Берести. На площадке перед учреждением состоялся традиционный форум «Артмайовка». В этом году организаторы постарались сделать это историко-культурное мероприятие еще более ярким и насыщенным. О том, как это было, расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Традиционный исторический форум в этом году получил особую популярность у брещан, которые с первых минут открытия праздника выстраивались в очередь за билетами. И не зря программа обещала быть насыщенной и интересной. Особое внимание гостей мероприятия привлекали участники секции исторической реконструкции. В этот раз их главная задача была перевоплотиться в жителей средневекового Берести. Эту эпоху отличают натуральные ткани. У меня имитация натурального китайского шелка. Обычно шили из льна, сукна из местных материалов. Причем сукно могло быть в дорогой выработке, могло быть попроще. И одинаковые ткани шли на мужские костюмы и на дамские платья. На карте нанесены красные символы в виде капелек. Это те места, которые вы должны посетить. Пока участники костюмированного парада дефилировали по территории импровизированного средневекового города, гостям праздника было предложено принять участие в квесте. На поиски берестейских сокровищ отправилось больше десятка команд, участники которых должны были перемещать от пункта к пункту, собрать импровизированную карту, которая указала бы им путь к кладу. Нужно будет пробежаться по территории, найти те точки отправные, где можно получить дальнейшие бонусы. Получается изображение одного из предметов, которое даст ключ тому месту, где находится наш клад. Это будет традиционный торт, большой заказной торт Берестия. Арт-майовка в этом году собрала на площадке перед музеем Берестия самых ярких артистов, которые на протяжении всего вечера радовали гостей праздника своими творческими номерами. Кроме того, каждый желающий мог поучаствовать в конкурсе и заработать небольшой памятный сувенир. Кстати, подарки для родных и близких можно было приобрести там же. В средневековом Берестие работала торговая лавка, где мастера создавали сувениры по старинным белорусским технологиям. Во-первых, это история все-таки города, история своей страны. Еще раз вспоминать очень важно, очень полезно для детей, тем более. Потому что дети сейчас не помнят свою историю зачастую и очень мало это ценится, особенно учитывая наличие множества гаджетов, всякой лишней информации. Поэтому я считаю это очень-очень полезно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Бугинформ и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20 63 67, делитесь своими проблемами и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте буктв.биуай. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов, все это вы найдете на сайте нашей телекомпании буктв.биуай, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. На фоне слабо падающего атмосферного давления 5 июня погоду в Бресте будут определять неустойчивые и прохладные воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Воскресный день пройдет без осадков, но будет отмечен переменной облачностью и северо-восточным порывистым ветром. Температура воздуха будет колебаться в пределах 14-23 градусов, ночью не более 16, днем от 21 до 23 выше нуля. В понедельник, 6 июня, Беларусь будет находиться в поле повышенного давления, сформированном в прохладном воздухе. Без осадков погода ожидается в Бресте, но северный порывистый ветер не прибавит комфортности и уюта. Температура воздуха понизится. Ночью синоптики прогнозируют 10-12 градусов, днем воздух прогреется до 17. Редактор субтитров А.Семкин